Всем привет! Сегодня готовим котлеты в луковом кольце. Сейчас расскажу, где я взяла рецепт, но это что-то нереальное. Посмотрите, какие сочные котлетки, еще горячие. Иногда так бывает у нас дома. Дима листал интернет, ему выпадает видео рецепт вот таких вот котлеток в луковом кольце. Он приходит и говорит, Оля, хочу. И когда, знаете, ожидание совпало с реальностью, это действительно так вкусно. Перед тем, как начать готовку, я залила маслом в мультиварку, поставила на 160 градусов и полностью его разогреваю. Потому что масло разогревается долго, пока я все подготовлю, как раз уже оно будет готово. Нам понадобится самый большой лук, который вы только найдете. Каждую луковицу нужно разрезать на три части. Приблизительно на равные. Вот так раз кольцо и с этой стороны кольцо. Вот так вот выдавливаем середину, аккуратно, не повредив. Вот так. Оп-оп. Хороший какой лучок попался. Так, смотрите. Уже вот начиная вот с таких вот колец, можно формировать котлетки. Теперь крайние части. Значит, смотрите, точно так же вынимаем середину. Вот это самые два большие кольца. Вот. Где-то приблизительно вот это. Можно убрать в холодильник и отправить в зажарку. И еще одну большую или две луковицы нужно просто мелко нарубить. Мне понадобится килограмм фарша. Приблизительно я беру ассорти. Значит, я готовила из чистой говядины. Можно очень вкусно из чистой говядины, но долго пропекаются, они дольше готовится говядина. Поэтому, как по мне, то лучше брать ассорти. И очень вкусно, когда обязательно присутствует свинина, тогда такая сочность. Ну, а там смотрите, сами берите любое мясо. Фарш солим по вкусу и перчим по вкусу. Добавляем лук и все перемешиваем. Режем сыр. Я взяла сегодня моцареллу. Можно взять совершенно любой сыр. Главное, чтобы он тянулся. И нарезаем. Только тонко не нарезайте. Приблизительно вот в такую толщину. И нарежем малосольные огурчики. Можно заменить на маринованные грибы, предположим. Я вот буквально сейчас сезон огурцов. И я делала огурцы. У меня есть рецепт. Огурцы буквально там за сутки получаются хрустящие, ароматные. Ну, в общем, их используем. Для кляра мы возьмем мука, яйца и панировочные сухари. Яйца немного подсолим. Берем луковое кольцо. Сюда отправляем небольшой кусочек мяса. Вот так. Сюда сыр. Сейчас расскажу, кстати, по поводу сыра. Как мы готовили и как нам не понравилось. С каким сыром. А вот так вот, например, я вот сегодня брала моцареллу. То с ней будет вкусно. Так, огурчик. И сверху закрываем все тоже мясом. Вот так. Теперь смотрите. Приподнимаем котлетку. И вот так вот те края, которые у вас сверху, они как раз проседают вовнутрь. И у вас получается вот такая котлетка в луковом кольце. Смотрите, как круто. Опа. Все. Делаем такие заготовки. Берем луковое кольцо с мясом. Сначала в муку. Вот так со всех сторон. Убираем лишнюю. Теперь в яйцо. С двух сторон. Вот так. Можно так полить сверху. И в панировочные сухари. Такие получаются заготовки. Отправляем в разогретое масло. Так, сколько же жарить? Ну, во-первых, толщина луковых колец у всех будет разная. Во-вторых, мясо тоже все по-разному готовится. Ну, делайте так. Опускайте. Я вот так вот опускаю. Накрываю крышкой. И жду. Хотя бы минут пять. А потом открываю, вынимаю одну. И смотрю, приготовилось или нет. Потому что каждый раз вы используете разное мясо. Оно по-разному будет готовиться. Посмотрите, они готовы. Так, я вынимаю на тарелочку с бумажным полотенцем. Значит, что хочу сказать. Если делать двойной кляр, они более плотные. Но тогда они впитывают еще больше масла. Поэтому я делаю кляр в один слой. А там, смотрите сами, кто хочет, можно и в два сделать. Посмотрим, что у нас в итоге получилось. Ой, она прямо сочная, горячая. Так, разрезаю, смотрите. Вау, посмотрите, какая красота. Пахнут огурчиками. Нежная. Сочная. Итак, мое резюме. Вкуснее всего получается с фаршем ассорти. Так, второй момент. Кляр, когда только в один слой. То есть, вот так, мука, яйцо, панировочные сухари и сразу жарим. Тогда они в меру, ну, такие, знаете, нежирные, нормальные. Как раз вот такой, как бы... Ну, они все равно будут жирноватые. Это же в масле жареные. Но когда двойной кляр, очень много масла. Ну, как по мне. Так, теперь еще. Огурцы очень вкусно, сочно. Можно с маринованными грибами. Но только не делайте просто с сырыми грибами. Не будет вот этой вот перехода, знаете, вот такой вот игры вкуса. Так, по поводу сыра. В основном рецепте вариант был с сыром бутербродным. Такого, который продается для бутербродов. Так вот, этот сыр, он полностью, когда я готовила, расплавился. Его не было. Мы разрезали котлету, а сыра нет. Поэтому мы готовились с моцареллой. Можно готовить с обычным сыром, по типу сметанной. Только разрезайте толще такими кусочками, чтобы когда вы в итоге будете есть, было много сыра. Вкусно вам покушать, как мне сегодня. Спасибо, что сегодня были со мной. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Обязательно пробуйте, экспериментируйте. Жду ваших фоток. Подписывайтесь на мой канал. Кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующего видео. Ссылка на мой инстаграм под видео. Смотрите меня на R1. Пока-пока.